Одно студенческое поколение политеха сменяет другое, но все знают, первый компьютерный класс появился здесь при Штырове. Как президент алмазной компании и как глава республики, он всегда принимал участие в судьбе Мирнинского вуза. Сегодня Вячеславу Штырову демонстрируют учебные возможности нового мультимедийного комплекса. Современные компьютеры, сосредоточенные студенты. Главная цель экскурсии по корпусу – показать сенатору, политехнический институт развивается. Многие его выпускники приходят на производство, становятся высококлассными специалистами. К будущим горникам и нефтяникам обращался Вячеслав Штыров, выступая в актовом зале политеха. Рассказывал о госпрограмме развития Дальнего Востока. Ее концепция предполагает, что к 2025 году северные регионы начнут реализацию экономического потенциала. Вот именно для этого мы должны сюда построить уже дорогу до Ленск. Именно для этого мы должны построить автомобильную дорогу до Иркутска. Именно для этого мы должны длинуть передачу от Валенской ГЭС, направить на нашу второго направления. Видите, такая комплексная задача, которая нам простоит решать. Ну а кто будет это делать? Кадровый ресурс. Сегодня он также важен, как алмазы, нефть и газ. В Якутии уже создана база профильного обучения. В нескольких техникумах идет подготовка транспортников, энергетиков, строителей, горняков. В Ленске предстоит создать нефтегазовый техникум. В 2009 году Якутскому университету был присвоен федеральный статус. Это позволяет сегодня значительно более интенсивно развивать наш университет, потому что получается, что мы ходим в десятках. Два национальных и восемь федеральных, самых ведущих университетов. Это позволяет получать госзаказ на подготовку кадров не только для республики, но и для других субъектов федерации. Мы уйдем на пенсию. Поднимать регион предстоит вам. Обратился сенатор к студентам Мирненского филиала Северо-Восточного федерального университета, завершая встречу. Она будет не последняя. Вячеслав Штыров обязательно включит посещение Мирного в свой рабочий график. Здесь он начинал как управленец и политик. Здесь ему доверяют. А ребята потом сказали.